А еще студенты в Югре, что иностранные, что доморощенные, в основе своей весьма активны. Волонтерят, продвигают ЗОЖ, участвуют в политической жизни округа. На выявление активистов, способных помочь округу, причем не только из числа студентов, направлен гражданский форум общественного согласия. Его муниципальные этапы вторую неделю проходят по всему округу. О чем говорили на пленарной сессии в Нижневартовске, расскажет Наталья Дубакова. В этом зале самые активные жители Нижневартовска, те, кого принято называть ломы, лидеры общественного мнения. Причем лидерство у них не выдуманное, а реальное. Ведь эти люди могут не только спланировать мероприятие, но и организовать, повести за собой единомышленников. Например, медики города предложили провести большой слет. ЗОЖ, молодежь. Мы бы смогли вместе с большей эффективностью работать в различных сферах социальной жизнедеятельности. Как вы понимаете, это и семья, это и гражданское общество, экономическая сфера. Ведь нужно понимать, что здоровье, оно находится не только в теле самого человека, но оно находится и вне его. Оно находится в людях, с которыми он общается, в работе, на которой он работает. Идея ЗОЖ-слета, как и любая другая, конечно же, требует доработки. Именно в кропотливой работе над концепцией и форматом проведения того или иного мероприятия как раз проявляются лидерские качества его организаторов. А имея положительный опыт в реализации проекта на муниципальном уровне, можно использовать наработки и на уровне округа. Вот мой гражданский форум, вернее окружной форум гражданских инициатив, прежде чем его будем проводить, в каждом муниципалитете это сделали. И здесь я бы напомнила вот этот период до этого слета определенными проектами. Это будет уже на практике подготовленное большое количество людей, сторонников. Слет он сторонников собирает. И пусть эта площадка будет многотысячной, так же как самотложские ночи, например. Еще одно предложение от вартовских активистов привлечения в качестве волонтеров инвалидов. Ведь люди с ограниченными возможностями здоровья могут не только получать помощь, им прекрасно известно и то, как можно помочь. Проект инвоволонтерства позволит югорским инвалидам изучить подобный опыт и других территорий. Наш проект направлен на то, что мы хотим в конце концов создать такой муниципальный форум инвалидов с ограниченными возможностями. Для того, чтобы они делились опытом. Раз, для того, чтобы они могли общаться с друг другом и быть полезными, только брать. Очень важно, когда человек, который ограниченными возможностями здоровья так же, как и ты, демонстрирует и помогает тебе. Не некто, не я об этом рассказываю, не кто-то другой человек, а такой же человек. Поэтому эта формула, она безошибочно работает. И вы тут вот угадали и создали хорошую базу для того, чтобы проект устоял и развивался. Нижневартовск уже третья территория Югры, где активисты презентовали свои инициативы. Этапы гражданского форума пройдут в каждом муниципалитете округа. По итогам лучшие смогут поделиться наработанными идеями и опытом с единомышленниками региона и реализовать свои проекты. Наталья Дубакова, Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников. Специально для программы «Больше чем новости» из Нижневартовска.